Я прошел интересный путь от детской мечты быть повар до его прекрасной реализации. Быть повар для меня это быть творцом. В моей руке обычные продукты превращаются в произведение искусства, доставляя людям радость и удовольствие. В детстве это была всего лишь мечта, сейчас это моя жизнь. У меня всегда был интерес к феномену успешного человека, чтобы понять, как он достигает своей цели. Пройдя свой собственный путь, я понял, что нет определенных рецептов успеха, но есть аспекты и техники, которые влияют на психику человека и его мировоззрение. Один из таких аспектов является книга. Жизнь преподносит ситуации и уроки, но не всегда человек может распринимать их. Поэтому я решил через метафору рассказать увлекательную историю, которая станет ключом к открытому новому мировоззрению и обратению ресурса, изменению жизни читателей к лучшему и, возможно, исполнению их мечты. Уникальное погружение в мир поиска и обратение в собственную жизненную пути. Интересная сказка-метафора, которая раскроет в нем образу стандартное представление о цели, мечта и самопознании. Что такое цель? Что такое мечта? А вдруг она не моя? А туда ли я иду? А кто я? Прочитав книгу, можно познать, что случится, если не цепляться за устраивающие традиции, а попробовать что-то новое. Какие уроки можно извлечь из потери и как выбрать свой путь и пройти по нему не утрата чувства собственного достоинства. У книги есть отличительная черта, как у меня, это мои очки с оригинальной оправой, обложка книги с шубером в форме очков, которые помогут вам разглядеть именно свой уникальный путь и позволять взглянуть на вашу жизнь под новым углом зрения. Метафорическая сказка, приключения с элементами философии, создавая уникальные литернатурные произведения, способные вогновить как взрослые, так и детей в ней, я описываю многогранные темы, которые могут стать объектом обсуждения и анализа на взрослые читатели. В книге вы увидите QR-коды, по которым вы получите подарок авторской музыке «Ла медитация» под звук балалайки, которая поможет вам погрузиться в свои мысли после прочтения книги.